Аннет вроде хороший, видите, картинка зелененькая, все, все вроде сегодня отлично, с Божьей помощью, так в жизни идет, Всевышний вот так всегда делает, вверх-вниз, 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 то тебе хорошо, то тебе нехорошо, то хорошо, то нехорошо, такая жизнь, такая жизнь, слава Богу, вот так вот он сделал, и всегда есть свобода выбора, значит, сегодня у нас канун Песоха, и мы сегодня поговорим о том, как провести сегодняшний день, что самое главное, что самое главное в Песохе, и вот эта вот вещь, да, свобода, свобода, полная свобода, время радоваться, кстати, очень интересно, что царь Саламон в Экклезиасте, он сказал, что есть время радоваться, есть время плакать, и комментарий говорит, что время радоваться, время радоваться, это Песох, а время плакать, это 9 ава, и есть время радоваться, есть время плакать, в тот же день недели, когда наступает Песох, в этом же году всегда 9 ава выпадает на этот же день, то есть можете проверить по календарю, значит, если будет у нас сегодня понедельник, То есть Песок это вторник То 9 ава тоже будет вторник в этом году летом Время разрушения храма То есть получается что во вторник Песок, во вторник 9 ава В следующем году там например будет Песок в среду Значит 9 ава тоже будет в среду Все в этом жизни циклично День-ночь, день-ночь, жизнь-смерть К этому надо быть готовым Это факт Это факт Нравится, не нравится Спи моя красавица Поэтому сегодня у нас время радости И давайте разберемся почему Песок выход на свободу Почему это время радости Значит естественно что мы празднуем событие Которое происходило 3000 лет назад 3325 лет назад И мы празднуем его каждый год Вспоминая как бы выход из Египта Но когда мы вечером садимся И открываем пасхальную агоду Это главная заповедь сегодняшней ночи Это прочитать вот эту вот пасхальную агоду Историю о исходе из Египта И там в законе написано Что должен человек Видеть себя Как будто бы это он сегодня выходит из Египта Как будто бы он сегодня выходит из рабства И сегодня мы поговорим о том Как выйти из рабства Что это за рабство Это такое Из которого мы сегодня должны выйти И так как мы увеличиваем радость А получается Даже в экклезиасти сказано Что Песок это Время радоваться Срок радоваться Время радоваться То мы узнаем Как выход на свободу Он помогает Увеличить вот эту вот радость Давайте теперь Разберемся в понятиях Значит радость Это когда человек Получает то что он хочет То есть это простое определение радости Счастье это когда он постоянно получает то что он хочет И у него внутри уже закрепилось состояние радости Оно у него стоит установка по умолчанию Да то есть у него в нервной системе Счастье это когда тебе вообще хорошо фонова И тебя с этого фона Конечно чуть-чуть выбивают События которые Так как ты хочешь Там ну достиг какую-то цель Там выиграл лотерею Что-то день хороший И поблагодарил за что-то И тебя из состояния счастья Все время выбивает в радость Радость это более яркая эмоция Которая наступает Когда человек получает то что он хочет Счастье когда ему в общем хорошо То есть в его жизни больше того что он хочет Чем того что он не хочет А вниз идет негативная эмоция Это когда он получает то чего он не хочет И он этого не хочет А он это получает И есть люди которые у них уже вся жизнь такая Вот они вот так вот смотрят на эту жизнь Я ее не хочу Мне не нравятся вот эти лица у них Ну прям на лице написано что Ему не нравится Есть люди у которых например Как вот Яков Шатанин Слава Богу, дай Бог здоровья И благополучия во всех Во всех направлениях Во всех сферах везде Он радостный То есть он радуется миру То есть он хочет радоваться Он счастлив Хак Самэх да Как говорил же царь Соломон Что то влев тот у кого хорошо на сердце У него пир всегда То есть у него Это метафоричная такая вот ситуация Что если тебе хорошо на сердце То у тебя все тебя радует Понятно да идея То есть есть возьмем нити 0 0 да такая ситуация 0 это как бы ну 0 Потом идут позитивные эмоции Потом идут негативные эмоции Позитивные эмоции у них у всех есть общее Что жизнь идет так как ты хочешь Негативные эмоции это жизнь идет не так как ты хочешь Вплоть до того что Страх например это когда что то угрожает Твоей жизни вообще ты этого вообще не хочешь там гнев это что-то идет вообще не по твоему плану и ты прямо на это гневаешься и скука это просто тебе вот хотелось бы чего-то другого но ты не знаешь чего это скука схема понятная думаю теперь песок это выход на свободу это раз и песок это время радости это 2 теперь что значит выход на свободу в какой несвободе находится человек в какой человек вот например джана чашка дуа чка дуа до доброго утра шалом она вот тоже находится джана джана можно так даже прочитать время она не свободна и андрей свесарчук тоже не свободен и цикл биндусеевич тоже не свободен и даже даже я думаю илья стукала который believe in yourself он тоже не свободен все равно все мы не свободны почему мы не свободны где вот это не свобода вот например а например я хочу пить и кушать это свобода или несвобода это не свобода потому что я запрограммировал на то чтобы хотеть пить когда не хватает воды и хотеть кушать когда не хватает еды то есть и меня вот это вот мое чувство сейчас голода и жажды она меня она меня значит заставляет прям так и скажу заставляет во первых думать о еде то есть эта мысль она поднимается во вторых я сейчас вот проведу урок и пойду искать еду да то есть а что делать кушать то хочется это не свобода то есть мы все не свободны от физиологических проявлений гормональных циклов каких-то ну у кого есть ну всех есть принципе потому что человек становится старше у него меняется то меняется это то есть мы на физиологическом плане мы подчинены законам физиологии которые если мы их нарушаем человек системно нарушает законы физиологии то он попадает в плен вообще в плен например так и говорят плен вредных привычек чем в плену каких-то плохих плохих привычек например там наркотики алкоголь да поздно ложится лениться не делать зарядку это плены человек в плену и он значит даже если он захочет вырваться из этого плена то будет тяжелая тяжелая борьба борьба будет с его вот этими вот уже выстроенными физиологическими привычками и и барьерами но побед выход на свободу возможен есть люди которые начинают там со ста килограмм потом доходят до семидесяти бегают прыгают окунаются в ледяную воду там ну невероятно выходят на свободу из своих так и называется выйти на свободу из своих физических ограничений значит песохе есть этот аспект в песохе мы на протяжении вот сегодняшнего дня и семь дней не едим ничего не едим ничего квасного классное это классное это хлеб и все что продукты из пяти злаковых продукты брожения этих пяти злаковых включая нельзя пить пиво водку вообще то есть только если кто-то хочет есть что-то мучное это в мука с водой и тут же запеченная маца называется да это просто ну вот просто мука смешанная с водой и до 18 минут его пропекли все это называется маца значит интересно что мацу ели народ израиля ел когда были рабами в египте они ели мацу я когда это прочитал я задумался то есть они ели ему утром давали лист мацы и на целый день ему хватало вот это вот энергии которым отца выделяла потому что это же он кавана как каменная такая на животе лежит и очень медленно растворяется я после этого когда это прочитал я ем кипур мы наоборот постимся 24 часа мы постимся не едим не пьем так я начал перед ем кипуром есть мацу для того чтобы в ем кипур очень мне хватало ну то есть я перестал после этого чувствовать что мне не хватает энергии давим кипуру то есть маца она очень долго долго переваривается и вот мы в песах мы приучаем себя что для еды для утоления еды мне достаточно вот это вот листового такого железа грубо говоря которая стоимость вода его сейчас продают дорого но люди умеют делать деньги на всем есть спрос значит спрос порождает предложение поэтому маца стоит стоит каких-то денег таких да в зависимости от того кто пел как пел где пел насколько за ней следили а сколько мне было вложено труда а теперь труд стал дорогой мука она до сих пор не такая дорогая теперь если вдуматься 7 дней мы едим мацу и хватает то есть то ничего кроме маца яйца картошка очень простая еда в песах да очень простая еда и что ты неделя это 50 пятидесятая часть года в году там 52 недели и когда ты неделю проживаешь на хлебе и воде и ты отлично себя чувствуешь вы знаете я уже перестал хребе за пару дней но я и так его не ел но сейчас вообще перестал там вообще все что сразу с мукой я прям классно высыпаюсь хорошо себя чувствую все прекрасно то есть когда ты неделю понимаешь что тебе для того чтобы быть сытым достаточно 50 грамм 100 грамм муки или 200 грамм муки в день что стоит там три копейки да то ты понимаешь что в принципе бояться голода не надо в мире сейчас выкидывается миллиарды тонн еды то есть вот эти все страхи связанная будет что кушать или не будет они пропадают потому что ну как бы маца будет всегда это первое освобождение песок это метафора освобождения от физического рабства рабство от своих привычек пищевых привязанностей и пищевых привязанностей да дальше второе в рабстве человек находится он находится в интеллектуальном рабстве мы все интеллектуальные рабы каких-то концепции и каких-то идей значит есть у каждого человека концепция которая называется кто я да кто я эта концепция она чеки и принимает вначале от кого-то ему в детстве говоря тебя зовут так ты людмила оттуда людмила знать что на людмила ее люди которые его родили воспитывали они сказали что она людмила и а значит она привыкла в детстве откликаться на имя людмила из-за части флора на людмила да у каждого из нас есть именно которое мы откликаемся а потом у каждого из нас есть история о себе кому-то говорили какой там наташа была какая умная девочка она прочитать стишок наташи наташа на стульчик ей все аплодируют все наташа значит думает что она умеет читать стихи хотя ну не факт вообще не факт просто у нее были добрые любящие родственники а другой человек например вот светлана другая вот светлана мюллер да в телеграме она например у поднялась первый раз на стульчик а у него какая-то там критикующая бабушка это критикующая бабушка сказала да светлана стихи это не твое и так и умерла новая она ахметова которая могла бы светлана быть не мюллер светлана ахметова ахмата я шучу это шутка таком месте про ахматова ахметова это когда-то путал янукович и что получается значит чека есть некие ложные концепции о себе и какая бы она ни была она все равно ложная потому что любая концепция она по сути своей ложная потому что никакое слово не является сутью того предмета который она передает рука это не рука это хэнд да и и может быть это яд яд это на это не яд который яд на русском яд это на иврите рука а может это значит хэнд ну на английском то есть любое слово это условный звук теперь получается что человек который живет в концепциях о себе он живет в условных каких-то идеях которые пытаются что-то передать какую-то его грань поэтому первая концепция от которой мы освобождаемся в песок эта концепция о себе да то есть концепция привычная что я думаю о себе я могу я не могу я хочу я не хочу все эти идеи вот они в песок должны упасть это называется битуль битуль его битуль это исчезновение растворения его и когда растворяется а что остается тогда что остается если убрать у человека его его убрать его цели цели это тоже концепция вот человек себе говорит хочу не могу вот прям хочу и не могу не все пока не получу жизни нет у меня есть трое родная сестра значит линочка если она вот я пошли этот урок и она очень я сейчас решил эту историю не рассказывать не буду рассказывать эту историю про него вдруг она лично слишком очень была у меня одна история такая в жизни не одна когда люди ставили себе какие-то цели ставили какие-то цели очень прямо зацикливались на этих целях и вся их жизнь превращалась погоня за этими целями и когда они догоняли эти цели оказывалось что вообще это ничего им жизни не дало и они дальше не знали как жить и что дальше делать потому что когда ты догнал эту цель а дальше то что ну ты за ней прям гнался гнался как он где был фильм увидеть париж и умереть вот была такая идея что вот прям хочу париж ну хорошо приехал человек париж первый раз и что мы тебе дальше умереть что дальше он должен хотеть что-то другое и вот в песах мы избавляемся от всех концепции вот просто это время избавления от всех абсолютно концепции от всех целей от всех правил от всех воспоминаний от всех вообще от всего и что тогда остается и в этот момент по идее вот в этом смысл этой ночи в этот момент ты выходишь на свободу потому что ты в этот момент когда ты избавился от своего эго ты в этот момент соединяешься со Всевышним а когда ты соединяешься со Всевышним то что в этот момент происходит как ты можешь соединиться со Всевышним то же самое как ты соединяешься с рассказом о себе когда ты рассказываешь о себе какую-то историю, вот любой человек, ну, давай познакомиться, давай, ну, ты кто? Ну, я родился там, да, вообще, вот, ну, расскажи еще про себя. Ну, в детстве мне говорили то-то, а еще? Ну, вообще я добрый, а еще? А еще я хочу, там, переехать в Америку, а еще? А еще я считаю, что для меня важна, там, семья, а еще? Человек состоит из набора идей, с которыми он себя отождествляет, в которые он верит. И вот когда в Песах мы избавляемся от всех этих идей, как избавляемся? Во любым усилиям. Говорим себе, все, меня нет. Меня нет, все, до свидания. Где я? Нету меня. Ну, а как тебя нету? Нету? А где ты? И в этот момент ты присоединяешься к божественной реальности. Как к ней присоединиться? Есть пасхальная Агада. Агада это, ну, рассказ о том, как это было освобождение в Египте. И когда ты присоединяешься к этой Агаде, то есть ты сидишь, значит, и все твое внимание должно быть вовлечено в вот этот рассказ, который ты читаешь. И ты вникаешь, и ты присоединяешься, и ты выпиваешь четыре стакана вина, которые соответствуют четыре стадии освобождения. Именно вина. Потому что, когда ты выпиваешь четыре стакана вина, в определенном порядке, то в этот момент вино снимает остатки твоих отождествлений. То есть, ну, мы знаем, когда человек вдруг, выпив там пару стаканов вина, превращается в другого человека. Как он превращается в другого человека? Просто его привычная система отождествлений с какими-то правилами, с какими-то там установками, которые ему дали. Да, там, веди себя прилично, значит, не кричи, не смейся громко. Все это человек вдруг забывает. Вот эти все установки, которые ему дали, в которые он верит в трезвом состоянии. И человек, обычно, который выпивает, у него снимаются какие-то его привычные схемы. Вот эти четыре стакана, они тоже снимают привычные схемы. И в этот момент, по задумке, да, по задумке вот этого вот дня, по задумке вот этой вот процедуры и алгоритма, в этот момент, когда четыре стакана вина, когда ты съедаешь вот эту вот мацу, когда ты читаешь, главное в Песах, это читать вот эту пасхальную Агаду, в этот момент, при соединении трех вот этих параметров, вино, маца, Агада и освобождение от своего прошлого и будущего, потому что будущее, это тоже концепция, цели, это тоже привязка, то есть есть люди-рабы своих принципов, а есть люди-рабы своих целей. Есть люди-рабы других людей до тех пор, пока они верят в то, что другие люди могут ими управлять. А есть люди-рабы своего эгоизма, это тоже рабство, которое говорят, мне на всех плевать. То есть любая концепция это рабство. То есть почему? Потому что она не факт. Любая концепция это чья-то идея. Когда у нас же нет своих идей, Все люди живут в рамках чужих идей. Я то, что вам сейчас рассказываю, это идеи, идеи Торы, идеи из Экклезиаста. В свое время меня очень впечатлил, например, Экартоли, сила настоящего, вот тоже идея освобождения, только его освобождение было от чего-то, но ты не можешь. Вот почему мне не нравится буддизм и Экартоли, которые где-то там рядышком прогуливаются в моей вселенной. Значит, когда ты от чего-то освободился, ты не можешь быть в пустоте, не может человек быть в пустоте. Нет такого момента, когда твой мозг останавливается, это смерть. Даже во сне у человека мозг продолжает работать. Поэтому Песах это выход на свободу от себя и в рабство к Богу, Творцу Мироздания. То есть ты не можешь быть свободным, нет такого понятия, как полная свобода в этом мире. То есть это полная свобода тогда, это исчезновение или прикрепление куда-то. Человек, он освободился от пищевых привязанностей, но он прикрепился к другой пищевой привязанности. Он прикрепился к двум стаканам, к двум литрам воды в день, к какой-то там диете, кето-диета или овощная диета. То есть он не может просто перестать есть, он должен перестать есть вредную еду и начать есть полезную еду. Он не может освободиться от своих концепций прошлого и а куда ты уйдешь, а кто ты, тебе нужна все равно, мозгу нужна какая-то система. И вот Песах это выход на свободу из Египта, из Мицраима, из рабства людей, концепции, своего тела, злого начала. И выход на свободу с Песаха начинается 49 дней до дарования Торы. И эти 49 дней начинаются, есть сфера Таомер, такая заповедь, когда считают дни и каждый день посвящен исправлению какого-то качества, качества характера. И ты вот из этого нуля, в котором ты оказался в Песах, обнулился и принимаешь решение выйти на свободу, стать рабом у Всевышнего. Это и есть свобода от эго и от людей, но ты становишься, кто такой раб Всевышнего, да? Это часть Всевышнего. То есть ты через то, что ты берешь себе как концепцию, по которой ты живешь, ты берешь волю Всевышнего, выраженную в Торе, то получается, когда ты соединяешься через эту волю Всевышнего со Всевышним, то ты уже часть Всевышнего. То есть с одной стороны ты раб Всевышнего, то есть ты на работе у него, ты прикрепился полностью к воле Всевышнего, но с другой стороны, выполняя волю Всевышнего, ты кем становишься? Ты работаешь по доверенности, ты становишься длинная рука Всевышнего, то есть у тебя совершенно, ты переходишь в другую вообще реальность, да? Или остаешься в старой реальности. То есть тут нет, или ты раб телевидения, там, соцсетей и СМИ, или ты раб государства, или ты раб Всевышнего. Все, выбираем, выбираем. Да, Песох это выбор, как и каждый день нашей жизни, это выбор. Хорошо, дорогие друзья, все, вот это вот я хотел вам рассказать, какая главная работа в Песох. Значит, сейчас мы переходим, то есть тот человек, который хочет освободиться от себя старого и освободиться от своих, кстати, вот тут я чуть-чуть, я знаю, что многие люди изучают психологию, то психология, которая распутывает травмы, она прекрасная, да? То есть ты пытаешься распутать травму, как психоанализ, и найти причину, корень каких-то событий, каких-то влияний, которые на тебя негативно влияют. Но когда ты нашел их корень, то ты остался, даже если ты от него освободился, то ты остался в пустоте. Поэтому, например, та же позитивная психология, она наоборот выстраивает, нужно выстраивать модель, куда ты переходишь. Освободиться от чего-то, уйти от чего-то, это значит прийти куда-то. Понятно, да, идея? Освободиться от ложной концепции, это прийти к истинным концепциям. Но ты не можешь остаться в таком, ты где, меня нет. И где ты, меня нет. Но ты не можешь, ты все равно где-то. Все, чтобы мы вышли из рабства на свободу, из грусти в веселье, из недостатка в избыток, из всех вот негативных полей, в которых кто-то если был, чтобы мы все вышли на полную свободу и соединение со Всевышним, вечное, бесконечное, веселое, радостное, творческое, безграничное, без, ну вот такое, без сжатия. Да, песок это сжатие, чтобы мы были, если и сжиматься, то только то, что Бог сказал делать, делай, то, что Бог сказал не делай, не делай, не делай, и радоваться каждому моменту жизни, потому что в этом и воля Всевышнего, чтобы мы были радостны и счастливы. Достигать, это один вид благословения, когда ты достиг то, что ты хотел. А радоваться этому, это намного больше еще тип благословения, потому что есть люди, достигают и не радуются, да, а есть люди, достигают меньше и радуются, и счастливы, и кайфуют, так чтобы у нас было и то, и другое, и чтобы мы за все прославляли Всевышнего, и в этом свобода Песока, чтобы мы вышли на свободу. Все, всем желаю Песок кошер в СМЭх, чтобы был Песок кошерный, это правильный и веселый, и, значит, встречаемся, так как я за границей сейчас в Будапеште, и здесь два дня празднуют Песок, то тогда завтра не будет урока, и послезавтра не будет урока, так что встречаемся после-послезавтра свободными людьми. Все на свободу, с чистой совестью, это имеется в виду, что обнулить всю свою вот эту вот старую совесть, и установить вместо нее новую совесть Всевышнего, то есть такую загрузить программу «Совесть Всевышнего». Все, удачи, успехов всем, и до завтра, до, не до завтра, до вторника, среда не будет, до четверга. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова